Друзья мои, здесь очень важное выражение. Не по закону заповеди плотской. Оказывается, есть закон заповеди плотской, относящийся к плоти. Но есть некий новый закон, учитывающий специфику Нового Завета, исходящего из Духа, но по силе жизни не пристающей. Потому что никто во времена Старого Завета не мог сказать, что в нем живет истинный Бог на самом деле. Не просто сказать, что Бог во мне, но в нем действительно живет Бог, и в нем жизнь вечная, не пристающая. Дух Божий посещал пророков, и он отходил от пророка. И так далее. Ибо засвидетельствовано, ты священник во век по чину мелкицедыка. Отмена же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и уже бесполезности. Друзья мои, это не шутки. Ешуа, это не просто великое добавление к закону Маше. Ешуа принес новую заповедь. Он принес новый Завет. И согласно древним пророкам, Новый Завет должен быть не такой, как Старый. Он другой. Он заменяет Старый. Он не просто дополнительно заменяет. Конечно, он берет все лучшее, все вечное из Старого. Но временное отменяет. Ибо закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И так как сие было не без клятвы, ибо те были священники без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господи, не раскаялся ты священник во век по чину мелкицедыка. То лучшего Завета поручителем сделался Иисус. Еще. Дальше идет аргументация, связанная с новым первосвященником. Вот. Затем идет восьмая глава. Дальше говорится в восьмой главе. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священодействователь святилища и скиний истинный, которую воздвиг Господь, а не человек. На самом деле земная скиния, земной храм. Это была только несовершенная копия, скажем так, уменьшенная и приспособленная к земным условиям, копии истинной небесной, которая, копия скиний истинной небесной, храма небесного, который существовал предвечно, который существовал еще до создания земли, который существовал до создания еврейского народа и всех людей. И теперь пришло время полноты. То есть, что значит полноты? Копии отходят, оригинал выходит. Вот о чем здесь речь. Вот поэтому та скиния называется истинной. Не потому, что земная скиния была неправильной, потому что она была всего лишь несовершенной временной копией, а оригинал только тот. И ни один из земных, даже самых прекрасных священников, не мог ни сам войти в ту скинию, ни кого-то ввести, тем более. А этот уже сделал. И дальше об этом говорится. И здесь такие священники, которые по закону приносят дары, конец 4 стиха, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моше, когда он приступал к совершенной скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Это очень сильное такое, знаете, древнееврейское толкование. Здесь именно правильная форма еврейского мидраша. То есть автор показывает, что он идет в русле древней еврейской традиции толкования торы. Правильной традиции. Вы понимаете, это не то, что он что-то придумал. Он показывает, что я толкую так, как лучшие из мудрецов толковали. Мой принцип толкования принятый. По этому принципу вот что получается. И дальше. Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Здесь все перевернуто. Посмотрите, здесь написано, что наш первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета. То есть здесь как бы служение еще связывается с тем заветом, который он принес. И говорится, что его служение настолько лучше служения земных священников, насколько новый завет лучше старого принесенного Моисеем. Но перед этим он показал, насколько же служение Ешуа выше и лучше служения у земных первосвященников. Понимаете, что отсюда выходит? Тем самым мы начинаем понимать, что если его служение настолько лучше, насколько же завет лучше, потому что его служение вторично по отношению к завету. Оно не может быть лучше служения священников, чем в большей степени не может превосходить их. В большей степени, чем новый завет превосходит старого. Поэтому если вы увидели, что огромное превосходство служения небесного первосвященника над земными, значит теперь вы понимаете, что изначально это огромное превосходство принадлежит новому завету над Станом. Вот так вот повернутрь. А в конце 5-6 стиха, который утвержден на лучших обетованиях. Мамочка, но новый завет оказывается утвержден на лучших обетованиях. Значит, обетования Бога для тех, которые входят в новый завет. Настолько же несравненно лучше обетований Бога тем, которые вступали в завет через Моисея. Ага, вот это да. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключусь с домами Израиля, с домами Угода и новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами. В том завете они не прибыли, я пренебрег. Вот завет, который завещают Дому Израиля после тех дней. Вложу законы, мысли, мысли их напишу на сердцах, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будут учить каждый ближнего своего, каждый брата своего. Поняли, друзья? А вы никто не привел этого места, знаменитая. Друзья, вы плохо, несерьезно относились к заданию. Жалко. Это вы мне должны были это место, это самое интересное. Ладно, какое дело. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Вот оно, пророчество, комментарий. А с другой стороны, то, что уже написано в Новом Завете, комментирует и объясняет это пророчество. Одно толкует другое. Вы понимаете? Может такое быть. Не только Новый Завет комментирует и толкует старый, но и то, что написано в Танахе, комментирует и толкует новый. Взаимно, Библия полная. Вот в каком смысле. Вот в каком смысле. Вы знаете, вы читали журнал «Шамаш»? Этот журнал издавался хорошими ребятами, которые поплыли немного мозгами. Ну, уже когда они явно поплыли, то журнал перестал издаваться. И они впали в ересь, и они начали печатать еретические статьи. Одна из еретических статей была такого содержания, что Новый Завет еще не наступил. А знаете, для чего это нужно было? Раз Новый не наступил, значит, мы все обязаны исполнять ритуальные законы. Если мы хотим быть верующими в Бога Израиля, а Новый Завет не наступил, значит, все в силе Старый Завет. Ну, который, в общем-то, исполнить невозможно, но хотя бы что-то, то, что можно исполнить, обязательно буквально исполнять вместе с ортодоксальными иудеями. Друзья, если я сейчас слишком быстро говорю, вы не прослеживаете некоторые логические ступеньки, ничего страшного. Возьмите кассету и прослушайте. Просто нет времени сейчас рассусоливать над этим. Вот. И главный аргумент, почему Новый Завет еще не наступил, знаете, какой? А вот это место в пророчественном Завете. Ведь они говорят, нет уже такого, что вот уже никто не нуждается, чтобы его кто-то учил. Нужно вот учить. Не все знают Господа. Ну, вот, значит, не наступил Новый Завет. Они просто проигнорировали первое Иоанна, вторую главу и другие подобные местописания, где как раз и говорится о том, что это значит, что значит обучение и знание Нового Завета. И для чего? Тут говорится о том, старому обучению пришел конец. Внешнему обучению пришел конец. Законическому обучению пришел конец. Законическому богословствованию пришел конец. Но это не значит, что наступило время для абстрактного богословствования. Это не значит, что наступило время для такого богословия, которое оторвалось от иудейских корней, но не вошло в небесное святилище. А вместо этого пришло к греческой философии и языческим умствованиям. Вы понимаете? Мессианская теология – это теология Нового Завета, который всегда, во-первых, завет с домом Израиля и домом Иуды. Не может быть истинного Нового Завета, который не является Новым Заветом, во-первых, всегда с еврейским народом. Понимаете, дорогие? И значит, все, что происходит в этом Новом Завете, должно иметь еврейский корень. Должно уходить корнями, в тонах книги так называемого Старого Завета. Но в то же время это должно быть новое еврейское богословие. Это должна быть новая еврейская жизнь. Это должна быть новая практика понимания еврейской Библии. Это должно быть новое библейское еврейское служение. И так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете? Теперь мы учим друг друга не потому, что одни великие святочи, а другие лохи. Не потому, что есть мудрецы и есть амгарец. Не потому, что есть вообще глупые, которым на роду написано оставаться глупыми, и что ты хоть в лепешку разбейся, они не поумнеют. Не потому, что есть каста священников и каста простых евреев, тем более простых язычников. А потому, что теперь каждый, кто приходит к Господу, с него снимается пелена. Не только с евреев, но и с язычников. И не только с язычников, но и с евреев. Потому что все нуждаются, чтобы Машех снял пелену с их сердца. И, к сожалению, многие христиане тоже. И когда эта пелена снимается, то каждый начинает учиться по-новому. Потому что для каждого главным учителем становится сам Господь славы. Сам тот, который знает все. И поскольку тот, который знает все, входит и живет в его сердце, то теперь и он с ним знает все. И всякое внешнее обучение – это только средство раскрытия сути Нового Завета. Знания Нового Завета. Любви Нового Завета. Победы Нового Завета. Веры Нового Завета. Жизни непристающей вечной, которая уже в нем. Но поскольку он еще пока младенец, или затормозился в росте, или не дошел, по крайней мере, до совершенства Мессии, он нуждается во внешней помощи, в раскрытии того, что уже во всей полноте вложено в его сердце. Аминь, товарищи. И вот дальше здесь написано. Потому что я буду милостью к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. И это великое благословение Нового Завета. Да, оказывается, в послании к мессианским евреям очень ясно говорится о том, что Новый Завет – это не небольшая надстройка имени Ешуа над Старым Заветом. Но это действительно Новый Завет, другой вместо Старого. И там же ясно говорится о перемене всего, что было связано с Заветом. Буквально всего вообще. И священство, и богослужение, и самого храма, и закона. Вот. Нет, я считаю, это подтверждение. И поэтому, друзья мои, перед этим мы с вами рассматривали, куда занесло традиционную церковную теологию. Мы рассматривали очень конспективно, очень кратко некоторые слабости церковной теологии после того, как она оторвалась от еврейских, библейских корней и пошла в свободное плавание по греческим морям. Греческим и эллинистическим, и производным. Вы помните, вот эти разделения, классификации, специализации, которые затронули все области богословствования отцов церкви и тех, кто у них учился. И всей, то есть, всей традиционной церкви до начала реформации. Но также и протестанты, и реформаторы, они также во многом продолжали нести на себе печать этого эллинистического искажения Библии и библейского богословия. И потом мы перешли к еврейской теологии, но не вообще еврейской, а теологии современного иудаизма, которая есть новая теология тоже, которая не есть теология хотя бы древнего библейского иудаизма во времен первого или второго храма. Мы с вами на очень простых примерах из Талмуда и древних толкований показали, что на самом деле после разрушения храма иудаизм уже не мог оставаться прежним. Иудаизм по-любому должен был быть изменен. Вопрос не стоял так продолжать исповедовать библейский иудаизм, продолжать исповедовать библейский иудаизм или отказаться от него и перейти в христианство. Вопрос, выбор стоял по-другому. Следовать тому мессианскому иудаизму, который уже существовал до разрушения храма и развиваться в этом направлении, потому что еще христианской теологии как таковой не существовало, она только начинала проблески. или создавать новую религию, которую по-прежнему определим, как это сделали раввины, как иудаизм. Мы должны понять истинную перспективу, которая случилась в конце первого века. Еще раз говорю, вопрос вообще не стоял, следовать ли древнему библейскому иудаизму или перейти в христианство. Не существовало такой, или создавать христианство. Не существовало на то время еще специфически христианской теологии. Она в какой-то мере начинала в зачаточной форме появляться в недрах мессианского иудаизма. Исповедовать, практиковать, быть последователями древнего иудаизма в той форме, в какой он был во времена первого или второго храма. Без Ешуа было невозможно. Почему? Да, потому что не было храма, не было священства, не было возможности соблюдать множество обрядовых ритуальных заповедей, не было возможности обеспечить ни ритуальную чистоту, ни духовную чистоту и нравственную чистоту. Все рухнуло. На самом деле рухнуло все. те, когда мы читаем об этих аскетах, иудейских аскетах, которые стали бежать и прятаться по пещерам и пустыням, и питаться там сухими коренями, запивать их водой, отказавшись от традиционных еврейских блюд, от традиционной еврейской курины, мы должны понимать, что даже так исповедовать и практиковать такой аскетический полуиудаизм, они могли только потому, что верили в скорейшее восстановление храма, в скорейшее восстановление богослужения, в скорейшее восстановление всей этой сложной системы жертву и очищение от греха и различных форм ритуальной нечистоты. Скорейшее восстановление священства. Только веря в то, что вот-вот это произойдет, они кое-как тянули до этого. Но не они оказались создателями новой иудейской религии, а создателями оказались те грамотные по жизни, грамотные раввины, которые подозревали, что может быть храм как быстро не восстановится. И которые понимали, что даже если храм восстановится очень скоро, то все равно народ не выживет при таком подходе. И мы с вами считали, что фактически они пришли к выводу, не будем говорить народу правду, не будем показывать народу его трагическое, безнадежное положение с точки зрения Торы. Потому что, что ж тогда делать? Есть выход? Этот выход нам был показан уже 40-50 лет тому назад. выход в Мессии Yeshua, но мы признали его Лжемеси. Мы его отвергли, отвергли всех его учеников. А другого выхода у нас нету, у нас нету никакой замены храма, у нас нету никакой замены священства, у нас нету никакой замены жертву, у нас нету никакой замены. замены ритуальных очищениям овень. Поэтому что сделаем? Сохраним все, что можно сделать, сохраним все, что можно сохранить, сохраним те обряды, которые можно выполнять, и без центра этих обрядов. Будем соблюдать, что можно соблюдать. У нас есть прецедент Даниила. Будем ждать восстановления храма. Но народу скажем, что это нормально. Что ничего страшного, что нет жертв, нет защищений, нет дистин, не специальных приношений. Ничего страшного, что священники не освящаются. Не страшно. Вы ешьте и пейте, вы живите, как живется, соблюдайте то, что мы вам скажем, а ответственность за вашу жизнь, за вашу веру, за ваше спасение мы берем на себя. Вот оно. Вот они, основания любой человеческой и по определению безбожной религии. Лучше пусть народ делает это несознательно, чем сознательно. Все равно мы не можем сделать так, чтобы они вели праведную жизнь, и мы не можем дать им искупление от их грехов. Значит, скроем от них, что они в грехе, скроем от них, что у них нет искупления, скроем от них, что они кругом нечисты, тем более, что большинство амгар, с точки зрения и раньше были нечисты. Ну, не настолько, конечно. И пусть они нам будут благодарны. И действительно, народ был благодарен. Народу дали религию, которая была приспособлена под народ. Вы понимаете? Ситуация какая интересная. Может быть, вы знаете, иудеи даже в те древние времена, даже в широкие массы, они не были дурочками. Я предполагаю, нет оснований там каких-то документальных, но я предполагаю, что большинство иудеев, они понимали, что это как бы сделка с умолчанием. Мы будем слушаться вас и подчиняться вам, потому что мы видим, что вы подстраиваете закон под нас, подстраиваете волю Божью под реальность нашей жизни и под то, что большинство из нас может сделать и чего не может. Мы вам благодарны, поэтому мы будем вам подчиняться. А вы, в свою очередь, берете ответственность за нас перед Богом. И если окажется, что вы не правы, то вы, пожалуйста, отвечайте за нас. Вы знаете, как-то в Киеве один очень странный парень, который пытался разделить одну церковь, его выгнали оттуда, пришел в другую, разделил эту церковь и образовал новую церковь. на своих пророческих откровениях. И потом, запугивая людей, получал некоторые деньги, и они сделали передачу по телевизору. Передача долго шла. Он назвал себя и своего помощника епископом, и они выступали, как говорили, как два клоуна. Два клоуна епископа, на самом деле, конечно, там никакие не епископа. Это быстренько организовался такой культик, где все должны были быть бездумно, не проверяя посвященный пастор. Пастору, он же епископ. Следующий этап был, наверное, там еще апостолы. Вот. Они питались всякой... Он их питал всякой ложью, и одна из главных целей было просто подчинить их его власти и не выпускать из-под этой власти. Сейчас это вроде уже развалилось, но он долго продолжался. И я помню, я приехал товарищ Хохлан из Бостона. И в нашем офисе, мы как раз включили, шла передача. Он сидит, смотрит, говорит, невероятно, невероятно. Не может быть. Мне рассказывали, что в Украине многое изменилось, но не до такой же степени. Он говорит, что они несли что-то невероятное. Вот. И я помню, или в той, или в какой-то следующей передаче, которую мне удалось посмотреть, а не в конце передачи. Он так приостанился и сказал. Мы как пропоздейсники. И с тех пор он у нас проходил под рубрикой «Пропоздейсники». И мой товарищ, ну, хотел сказать, провозвестник. Мой товарищ встретился с одним, он был в той же церкви, где он, и встретился с одним из служителей, который перешел, вышел с этим странным типом. Они встретились, и мой товарищ начал задавать вопросы. «Слушай, а ты вообще понимаешь, куда ты влез?» Ты понимаешь? И вдруг его глаза остеклинили, он сказал. «А я тебя не слышу». Знаете, вот когда вы начинаете говорить с кришнеитами о чем-то таком, что выбивает их из колеи, у них сразу такая, как куриная пленка на глазах. И они начинают читать манта. «Харя-харя-харя-харя-харя-харя-харя-харя-харя-харя-харя-харя-харя-харя-харя-харя». Вот. Но в этом разговоре, почему я их вспомнил, В конце мой товарищ пробился к нему и все-таки задал ему такой вопрос, слушай, а если он в полном обольщении, что тогда? Глаза так немножко просветлели и тот ему ответил, ну тогда, если так, он пойдет в ад, а мы в рай, потому что он же взял за нас полную ответственность, а мы не в ад, правда интересно. Вот это позиция, вот это позиция множества поколений наших еврейских предков, так же, как с другой стороны, это была позиция многих поколений христиан в традиционной церкви. Желая быть мудрыми, безуменными, они полностью стали заложниками мнений своих религиозных вождей. И вы знаете, раввины как раз в то время интенсивно работали над построением мощного богословия, которое позволяло бы им в своем мнении ставить выше Божьего Слова. И вы можете прочитать в Талмуде кучу высказываний и историй на эту тему. Кучу высказываний и историй на эту тему. Вплоть до того, что они брали места писания в Торе и истолковывали их с точностью до наоборот. Вот одно из характерных, это все то же место, не следуя за большинством на зло. Это место с возможным цинизмом использовалось, чтобы доказать, если большинство раввинов высказывает какое-то мнение, то это мнение становится Божьим законом для народа. Бред, в общем. Такое ощущение, что иногда раввины уже просто издевались. То есть они делали такие кульбиты логические, чтобы окончательно запутать людей. Но я иногда, когда читаю их аргументацию, я вижу, что они могли найти место писания, которое лучше подходит к их фальшивым, но каким-то логическим аргументам. Но они находили места писания иногда, которые вообще вроде бы ни к селу, ни к городу. И потом я понял эту логику. Они учили людей, что люди должны полностью зависеть не только от их мнений, но и полностью принимать пути выработки этих мнений. Люди должны подчиняться всем этапам их аргументации и не задумываясь говорить омейн на каждый из этих этапов. Поэтому то, что я могу это доказать, но это нужно особое время просто брать эти источники, они подтверждали какие-то свои положения местами писания, которые явно не подтверждали это. Хотя были более удобные места писания. И таким образом народ, подчиняясь им, понимал, что он ничего не понимает. Вы понимаете, друзья? Таким образом, постепенно народ приучался к тому, что у народа не должно быть своего мнения. У народа может быть только такое мнение, как у одного из выдающихся раввинов. Причем раввины могут между собой спорить. У раввинов может быть пять мнений по любому вопросу. Но если раввины, большинство из них, или твой главный раввин, пришли к какому-то выводу, все, это должна быть твоя святая вера. Даже если ты видишь, что этот вывод сделан неправильно, ты должен принять и вывод, и то, как он сделан. И на все соглашаться. На самом деле, это многовековая трепанация еврейских мозгов. Это реально происходит. Друзья мои, хочу сказать, хочу сказать, что впоследствии христианские богословы, впоследствии христианские богословы, они пришли к подобным митам. Но они позаимствовали их у наших дорогих раввинов. Но в первые века, точно вам скажу, в первые века полемические труды апологетов христианства и отцов церкви, они были гораздо более корректны, чем труды вождей иудаизма. Например, в апологетических трудах христианских, скажем, ученых, потом отцов церкви, было принято давать обширные цитаты противников. Это могли быть цитаты из иудейской литературы, это могли быть цитаты из языческой литературы, это могли быть цитаты из явной антихристианской литературы. В то же время, еврейские мудрецы, если и цитировали что-то, это были краткие упоминания. То есть была такая сильная внутренняя цензура для еврейского народа, которая была намного сильнее любой другой для других народов на то время. Это реальность, друзья мои. Это реальность. Впоследствии, конечно, христианская критика становилась все более нетерпимой. Но обычай давать большие цитаты и потом уже их там раскритиковывать сохранялся, ну, я вам хочу сказать, многие века еще. Многие века. Уже потом, когда пришла инквизиция, тогда это уже было. Это очень любопытные вещи. Очень любопытные вещи. В этом смысле помогла, конечно, греческая философская традиция. Греческая философская традиция, где было принято давать материал в диалогическом плане. Вы помните эти диалоги Платона от лица Сократа? Ну, кто-то из вас, может быть, что-то читал. Там разные мнения приводились. Даже если это была схема, все схематично, все равно обосновывать свои аргументы могли обе разные стороны. И это не обязательно были только раввины, которых разделяло какое-то мнение по какому-то вопросу. Это могли быть люди из другой религии, из другой философии. Вот. Но факт остается фактом, что вожди, духовные вожди еврейского народа заключили как бы молчаливую сделку. Насколько молчаливую, по крайней мере, с умолчанием со своим народом. И народ сознательно пошел на это. Мы не можем сказать, что бедный еврейский народ, который подчинился своим вождям, был подчинен грубой силе. У них не было грубой силы на то время. Мы не можем сказать, что еврейский народ был поставлен перед лицом необходимости. Не было такой необходимости. Это был выбор масс народа подчиниться этому лже-иудаизму. на самом деле, еще раз говорю, это была новая религия. Еще раз говорю, у евреев, у наших предков была возможность выбрать то иудаизм, который уже существовал в еврейской среде, и который давал корректные библейские ответы на эту трагическую ситуацию после разрушения храма. И на самом деле, это не то, что он давал на скорую руку, приготовил эти ответы, потому что попал в такую ситуацию. Только у мессианского иудаизма эти ответы были заранее. только в посланиях мессианских апостолов, апостолов Ишуа, только в посланиях и аргументации духовных лидеров мессианских евреев было подробное библейское корректное интерпретация тех фактов, с которыми другие евреи реально столкнулись только после разрушения храма. Там были пророчества, которые потом точно исполнились, и там были все необходимые объяснения, и там был показан путь по которому Господь 40 лет ждал, что еврейский народ пойдет до разрушения храма. Итак, большинство евреев отказалось от этого единственного библейского пути. На десятки и даже пару сотен тысяч наших предков все-таки шли и снова выбрали этот путь. Мы разбирали, почему этот путь действительно новый, мы разбирали из послания к мессианским евреям, почему этот путь не может считаться частью старого пути, и мы разбирали, что путь в новую эскинию открыт только тогда, когда закончен вопрос о старой. Когда больше для нас уже не стоит старая эскиния, ее больше нету, она не является для нас местом уникального Божьего присутствия. Когда порядок богослужения и порядок священно действия, когда порядок ритуалов и обрядов, связанных со старой эскинией, для нас уже упразднен, тогда для нас в полной мере открывается новый путь. Путь Нового Завета, путь благодати, путь свободы в Мессии Ешо. И мы кратко разбирали вчера по посланию к мессианским евреям, что это включает фактически все ритуальные заповеди Моисея его закона. Не только то, что связано с Храмом, все ритуальные заповеди. И что теперь у нас новый закон. Естественно возникает вопрос. А как же быть с такими вещами, как кашрут и ну например кашрут. Я ехал с одним татарином как-то и он начал с ним говорить, он говорит ты кто? Я верю так и так он говорит а так веришь а я мусульманин я говорю а когда ты стал мусульманин я всегда был я говорю ну точнее говорит я родился мусульманином и показывает мне свой паспорт тоталь я понял а сколько раз в день ты первый месяц своей жизни намаз совершил говорит не понял ну понимаешь есть некоторые основные обязанности мусульманин там пять раз в день молиться вот повернувшись там в сторону мекки сколько ты все пять как же я не мог ты не мог физически потому что был сильно маленький зато ты все это в голове прокручивал и читал ойлогу и лила он говорит да не ну что ты это гонишь я же понимаю как же ты мог родиться мусульманин он просто почал что я его запутал вот вы знаете с наступлением эпохи нового завета говорить о том что если ты родился в еврейской семье ты уже автоматически повязан вот необходимостью соблюдать ортодоксально иудейский ритуал для меня это примерно то же самое что говорить ну а если ты родился например в реформатской еврейской семье значит ты должен соблюдать только те ритуалы которые верят реформированные иудеисты а если бы ты родился в семье саббатианцев которые верили что нужно скрупулезно исполнять ритуалы многие нравственные заповеди уже отменены значит ты должен был так а раз ты родился в христианской семье то необходимо пройти обряд водного крещения вместо обрезания обрезания и потом уже ты обязан ходить либо в православную либо католическую либо в лютеранскую церковь ну ту в которой тебя окунули и фактически выбора у тебя нет а если ты родился в атеистической семье естественно ты обязан быть атеистом и даже если ты уже веришь бога ну стыдно брат отвергать традиции отцов ты что же это подрываешь веру святую атеистическую веру своих дорогих родителей а там и дедов у кого-то и прадед может они за этот атеизм кровь проливали сражались с клерикалами жертвы приносили на алтарь святого безбожия а ты вот так это для меня извините пожалуйста для меня это явление похожего порядка и тут абсолютно одна и та же логика только если мы договоримся верить что нового завета не существует и что мы с вами живем 2000 лет тому назад или еще раньше тогда тогда конечно же то что сказал брат тогда то что сказал брат имеет однозначную силу четко можно прочту пару мест из нового завета послание к титу первая глава 14 стиха не внимая иудейским басням и постановлением людей отвращающихся от истины для чистых все чисто а для оскверненных и неверных нет ничего чистого но осквернены и ум их и совесть ну там еще мощный очень жесткий 16 стих но я его читать не буду о тех людях для которых нет ничего вообще чистого опять же говорю храм стоял вся структура ну такого сложного и цельного кашрута действовала и могла исполняться но хочу сказать что уже тогда были люди которые говорили например есей что храм осквернен священство неправомочно фарисеи уклонились поэтому вся структура управления иудеями на то время она коррумпирована она искажена и нам нужно уходить в пустыню и жить отдельными коммунами только тогда мы сохраним чистоту есей были предшественниками мессианских евреев потому что удивительным образом у них святая общая трапеза заменяла храмовое жертвоприношение то есть вроде как это это было совершенно священное действие вот это общая трапеза не каждое вкушение именно специфическое заменяло храмовое то есть еврейском народе уже еще до проповеди ишуа и до учреждения нового завета воскресшим спасителем уже было брожение в отношении храма и храмовое священное с другой стороны надо сказать что есей были самые большие законники в тогдашнем обществе ощущая себя постоянно как бы оскверняемыми они омывались каждый день иногда по два раза в день и они настолько для них даже прушим фарисеи отделенные от амга были оскверненными и нечистыми и священники для них были оскверненными и нечистыми поэтому они гнушались общения не только с простым народом но и вообще со всем израильским обществом включая духовную так называемую элиту вот такая странная смесь думаю многие читали об этом так сведения был такой интересный религиозный казус израильском обществе вот то есть если люди чувствовали себя скверненными если их совесть была постоянно больна то даже соблюдая кашрут когда его можно было соблюдать они все равно ощущали постоянные угрызения совести у них было постоянное чувство вины что они чего-то недокошировали да теперь можно сказать что это послание к титу верующие из язычников да первая тимофея четвертая глава первый стих с первого стиха уже ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников сожженных в совести своей запрещающие вступать в брак и употреблять в пищу то что Бог сотворил дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением здесь описывается не только иудейское законничество но и христианское законничество который о котором пророчествовал рэп шауль дух божий ему показывал что будет дальше и он понимал что конечно будет сильно искушение иудейского традиционного законничества но оно обычно не было связано с не вступлением в брак а вот искушение христианского законничества действительно было связано и с серьезнейшими ограничениями в пище например подавляющим большинству монахов запрещалось кушать мясо вообще со вступлением в брак